Уже в третий раз в течение недели депутаты обсуждают вопрос индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилья по договору социального найма и для тех, кто не определились с выбором управляющей компании и решением собственников самостоятельно не установили размер тарифа. В прошлом году этот тариф не менялся. И в этом году с 1 июля администрация предлагает увеличить его на индекс потребительских цен, то есть на 4,3%. На двух прошлых заседаниях депутаты инициативу не поддержали. В этот раз единого решения также не было. Как объяснила Людмила Колотухина, управляющие компании должны сами выходить к собственникам с точными расчетами своих затрат и стоимости услуг для каждого дома. После того, как управляющая компания эти расчеты представляет собственникам, собственники помещений на общем собрании утверждают перечень размер оплаты на содержание ремонт, срок действия управления договором и порядок индексации. Именно в этом договоре регулируются все эти вопросы, а не нами. Яркий пример самостоятельно установленного тарифа дом на Шверника 15Б. Уже два года у собственников заключен прямой договор с центром ЖКХ, в результате чего за содержание общедомового имущества они платят на треть меньше, чем остальные. Средний тариф сегодня 38 рублей 88 копеек за квадратный метр. На Шверника 15Б 26,60. Если они готовы за 26,60 обслужить дом, вот с этими услугами, и 32,39,22 не надо, и это еще не предел, нужно еще снижать. Однако в департаменте городского хозяйства парировали, заявив, что это было вынужденное снижение тарифа. Возможно, даже ущерб управляющей компании. Поэтому равняться на обозначенные цифры нельзя. Демпинг цен идет для того, чтобы удержать рынок. Да, какие-то объекты принимаются в убыток, но для того, чтобы удержать рынок. Иначе ты потеряешь объекты, ты потеряешь бизнес, ты разоришься в конце концов. Это рыночное отношение. Это рынок, Сергей Иванович. И вот эти отношения, это рыночные отношения. И не вам, не нам здесь сидящих делать на этих рыночных отношениях совершенно нечего вообще. Впрочем, некоторые народные избранники пришли к решению, что установленный тариф не отменяет право собственников вместе с управляющей компанией пересмотреть его размер. Более того, повышение стоимости может стимулировать жильцов проявлять большую активность в проведении общедомовых собраний и взаимодействии с управляющими организациями. Если мы утверждаем эти вещи, никто не мешает собственникам перейти на свои расценки. Ну чего никто не мешает. Рассуждать спокойно и так далее. Вот паук, который надо тиражировать. Вопрос вынесли на ближайшее заседание Думы. Судьбу тарифа решит голосование депутатов уже в ближайший четверг 30 мая.